Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые коллеги! На самом деле, мой доклад начал рассказывать еще Александр Павлович в дискуссии, поэтому не обижайтесь, если вы услышите что-то старое, но новое я тоже расскажу. Давайте мы для начала разберем, какие есть варианты у нас мобильной и облачной подписи, для того, чтобы понять, какое решение мы придумали. Значит, смотрите, ой, что-то скачет. Мобильная подпись непосредственно в мобильном приложении, то есть это целиком софтварное решение, которое работает на мобильной платформе, ну, фактически программное СКЗИ, которое работает на недоверенном устройстве, и, соответственно, там возникают вопросы и к защите генератора случайных чисел, которые используются в процессе подписи, ну, и вообще безопасности самих ключей, да, которые хранятся не в каком-то доверенном защищенном хранилище, а непосредственно на устройстве, в файловой системе там или где-то, потому что, ну, мобильные устройства не поддерживают по умолчанию российскую криптографию, да, и хранение криптографических ключей там на всяких там кейчейнах и в защищенных хранилищах, поэтому тут тоже возникают вопросы. Вот, при этом пользоваться вот такой подписью можно только фактически в этом мобильном приложении и больше нигде, то есть прислать туда, куда, в это приложение абстрактные документы, подписать его, ну, какая-то получается не очень хорошая история, непонятно, как это делать. Вот, то есть, получается у нас решение по электронной подписи несколько функционально ограниченное. Вот, плюс к тому, доступ к ключам подписи у нас производится фактически средствами мобильной платформы, это означает, что, это означает в большинстве случаев, что аутентификация у нас сидит на четырехсимвольном пин-коде. Вот, потому что и Face ID, и пальчики, они, собственно, при неудачных попытках в большинстве случаев предлагают ввести четырехзначный пин-код, который, ну, там, выясняется каким-то образом тем или иным. Вот, плюс к тому вопрос к распространению данных приложений, да, потому что, ну, все-таки это из КЗИ, даже если оно сертифицировано и распространяется через всякие апсторы, у меня вопрос там, есть ли лицензия на распространение из КЗИ у Apple и Google. Скорее всего, нет. Вот, и при удалении такого приложения, да, то есть, если пользователь случайно удалил его, он лишается тех ключей, как правило, которые там были сгенерированы, которые используются. То есть, заново процедура идентификации, заново процедура получения сертификата. Опять же, все это не бесплатно. Потому что, как говорится, бесплатного у нас ничего не бывает. Вот, вопрос, который сегодня обсуждался, это история про подпись на сим-карте. Мы в свое время, как компания-разработчик, пытались разобраться в этом вопросе, проводили кое-какие исследования и пришли к определенным выводам, вследствие которых мы, собственно, не вкладывались в разработку такого решения вообще. Почему? Ну, потому что, во-первых, нужна специальная сим-карта, которая будет стоить денег достаточно, ну, как бы не пять копеек она будет стоить. Потому что, вообще говоря, для массового использования всем бы хотелось получить что-то подешевле. Тут подешевле не получается. Получается проблема с идентификацией пользователей, потому что мобильный оператор должен идентифицировать своего клиента, когда он выдает ему сим-карту. При этом при выпуске квалифицированного сертификата клиент также должен пройти идентификацию в удостоверяющем центре. То есть у нас либо мобильный оператор становится удостоверяющим центром, да, для такого клиента, но вследствие изменений в законодательстве, например, руководитель предприятия не сможет пользоваться такой подписью, потому что он должен получать квалифицированный сертификат в одном из трех государственных удостоверяющих центров, ни один из которых не является мобильным оператором при этом. Пока. Вот, значит, там проблемы с коммуникацией существуют, потому что данные, значит, мобильная платформа устроена таким образом, что доступ к криптографии на сим-карте возможен исключительно из приложения, да, сим-приложения, и эти функции криптографические недоступны из операционной системы. То есть, фактически, мы очень сильно ограничены в функциональности этого приложения. Мы не можем отображать подписываемый документ, да, соответственно, мы не можем установить соответствие, ну, собственно, самого документа и того, что мы подписываем. Плюс к тому, коммуникации с этим приложением возможны только через SMS, а через SMS много информации не пошлешь, да, и PDF-файл через SMS не передашь, соответственно, мы получаем сильное, опять же, сокращение функциональности такого решения. Что там я еще забыл-то? Ну, в общем, да, не то, что плохо. Сегодня, к нему еще поминали eSIM, это перспективная технология, которая развивается. Ну, и, собственно, мое личное мнение, что опираться на технологию, там, позавчерашнего дня, который является SIM-карта, ну, в общем, не очень хорошая идея. Дальше. Мобильная подпись на мобильном устройстве, мобильное приложение, которое, собственно, подписывает документы и хранит ключи на внешнем устройстве. Это может быть токен, контактный, может быть бесконтактный, там, Bluetooth какой-нибудь. Значит, с контактными устройствами история такая, что у нас существует масса интерфейсов аппаратных, да, там, микро-USB, там, Type-C, эти, как их называют-то у Apple? Lightning, вот. А одно время-то, как они вообще каждый год по новому разъему делали, ну, и, соответственно, сделать такое аппаратное решение за разумные деньги не представлялось возможным, да, потому что их брали бы совсем по чуть-чуть, а решение, которое основано на бесконтактном интерфейсе Bluetooth, оно, во-первых, требует процедуру сопряжения устройства с, ну, между устройствами, да, там, смартфона и этого Bluetooth-токена, и достаточно высокая цена, но при этом решение не очень хорошо ведет себя в условиях помех, радиопомех. Вот. И тоже, естественно, эксплуатация его, возможно, только с приложением на мобильном устройстве, но тут есть большой плюс, что все-таки вот это устройство можно перенести куда угодно. То есть мы здесь хотя бы получаем переносимость ключа подписи, а переносимость ключа подписи на сегодняшний день это будет достаточно интересная задача в плане технических решений, потому что, ну, по новому законодательству руководитель предприятия может иметь всего один сертификат квалифицированный. Соответственно, нельзя сделать так, чтобы там на телефоне был один сертификат, на компьютере другой и так далее, как сейчас делается. Вот. Плюс к тому есть сложившаяся бизнес-практика, которая на самом деле порождает юридические казусы. Это когда руководитель передает ключ своей подписи своим сотрудникам. при этом руководители сейчас выпускают там и пять, и десять электронных подписей, да, что будет невозможно, если мы, собственно, замкнемся на ту подпись, которая будет на телефоне. То есть свой телефон, он, естественно, никому не отдаст. Облачная подпись. Коллеги много рассказывали, да, про это я сильно останавливаться не буду, но мы здесь также видим, что для аутентификации используется мобильное устройство примерно в тех же условиях, как оно используется при подписи, то есть это либо приложение, либо это сим-карта с криптографией. Для аутентификации там, конечно, все гораздо проще получается и лучше. Там, например, HMAC может использоваться, да. Вот, и при, значит, всех несомненных плюсах облачных решений мы все равно получаем ключи аутентификации, привязанные к мобильному устройству. То есть они хранятся либо на устройстве, либо там на сим-карте. Вот, при этом, конечно же, ключи подписи и ключи аутентификации лежат у облачного провайдера в ХСМе и работают с теми приложениями, которые предоставляет данный провайдер. Вот, сегодня уже поднималась тема интеграции, да, потому что если... Вот эта ситуация, которая сейчас существует с локальным применением подписи, да, когда человек может подписывать фактические документы в любой системе, да, хоть в приложении, хоть в браузере, то в случае вот мобильной и облачной подписи там очень много работы предстоит по интеграции. Вот, и поэтому стоит задача все-таки, как отделить ключи от устройства, но при этом не прибегать к контактным интерфейсам, да, по тем причинам, что я уже говорил, да, и сделать это достаточно по цене разумным решением, да, и при этом еще с хорошей криптографией. Вот, поэтому сегодня мы представляем наше новое устройство, это дуальную смарт-карту токена CP3.0 с интерфейсом NFC. То есть, что такое дуальная карта, да, у нее два интерфейса. Есть контактный интерфейс, как у обычной смарт-карты, и есть NFC-интерфейс, это бесконтактный интерфейс, Near Field Communication, который, собственно, задействуется и на современных смартфонах, и можно подключить считыватель к обычному компьютеру, и поэтому у нас получается, что неизвлекаемые ключи подписи лежат на смарт-карте, да, мы можем подписывать на этой карте данные и от приложений, и от браузера, и на мобильном приложении, фактически где угодно. Вот, и плюс к тому, если мы работаем в облачной среде, да, мы эту смарт-карту можем использовать для аутентификации пользователя на облачном сервисе. Таким образом, ключи подписи продолжают лежать, собственно, в облачном сервисе, там, на ХСМах, а доступ к ним осуществляется по защищенным протоколам с хорошей, мощной аутентификацией на аппаратной криптографии. Вот, чем это еще хорошо? Тем, что, например, NFC-карта не требует источника питания, как такового отдельного, да, то есть она питается непосредственно от интерфейса, то есть это либо беспроводной интерфейс, либо контактный интерфейс. Ну и, собственно, может использоваться практически на любой мобильной платформе, это и Android, и iOS, и Aurora, ну, то есть фактически вот такая получается универсальная штука. То есть в схему с облачной подписью можно добавить возможность аутентификации пользователя по карте через мобильное устройство, либо через, опять же, контактный, либо бесконтактный интерфейс на компьютере, и получается у нас вот такая вот схемка, когда мы можем одну и ту же карту использовать и для локальных, и для локальной подписи, и для мобильной подписи, и для дистанционной подписи. Вот. В том числе, например, можно использовать мобильное устройство в качестве NFC-исчитывателя, да, и подключать его к компьютеру. Тоже так технически можно сделать. Ну, у меня на этом все. Спасибо. Если есть вопросы, готов на них ответить. Владимир Евгеньевич, интересный доклад, спасибо. А что там, вот, почему эта штука, ЭЦП 3.0, это что-то новое, что будет с 2.0? Спасибо. Я думал, не заметит никто. Помните, как у этих было, у Ильфа и Петрова, и этим стулом мастер ГАМС начинает новую партию мебели, да. У нас этим устройством начинается новая продуктовая линейка, например, токен ЭЦП 3.0. Вот. И вот это первая ласточка из вот этой большой серии. Там будут и обычные токены с USB интерфейсами, Type-C интерфейсом, там будет, собственно, Bluetooth токен новый на BLE, ну и так далее. Если интересно, там, почему это все-таки 3.0, а не 2.0? Обиделся на меня? А, нет, не обиделся. Значит, 3.0-ности здесь мы какой наблюдаем? Ну, во-первых, расширился список криптографических алгоритмов, аппаратно поддерживаемых, то есть это и подпись, и хэш, там, 12-го года, которые были, и ВКО ГОСТ, значит, добавились алгоритмы шифрования магмы и кузнечек, добавился RSA до 4096 бит длиной ключей, и CDCA, DSA, то есть на эллиптических кривых. При этом скорость интерфейса NFC достаточно высока, и мы получаем производительность на карте, вот, бесконтактным образом, фактически, как на контактном интерфейсе через USB. То есть все очень быстро происходит, если кому интересно, я могу показать, у меня есть приложение, образцы, покажу, как это работает. Производительность и новые алгоритмы, это то, что мы позиционируем, в первую очередь, как появление 3.0. 2.0 будет продолжать выпускаться пока, ну, по крайней мере, пока будут действовать сертификаты. Да, Дмитрий Львович? Вот человек от коммерции, главный по коммерции скажет. Да, да, все будет. Пока кому-то будет нужно, это будет производиться. Да, мы бы, например, не хотели производить уже ROTOKEN S, но поскольку его покупают, мы его уже много-много производим лет. Все, что-то я уже, многовато же рекламы. Да? Рекламный паузу хочется. Спасибо. Коллеги, может быть, еще вопрос есть? Высокая производительность, вот удивительно, на самом деле, да, что NFC позволяет такие возможности, да еще и CESPay там приделан здорово, прям хорошо. CESPay уже есть там, да, Secure Messaging будем делать. Большое спасибо за доклад, Игорь Чижевский не восходит. Вопрос, такой сертификат есть уже? В процессе. А на какой класс ожидается? Ну, я думаю, что больше, чем КЦ-1 ждать не стоит. То есть, микросхема иностранная, я так понимаю, используется? Микросхема иностранная, да, и все-таки операции, выполняемые по воздуху, тоже дают, в общем. Ну, просто смотрите, есть отечественная микросхема, да, которая поддерживает вот полный список всех этих алгоритмов и также поддерживает защиту по CESPay канала и защиту там по другому протоколу на базе ГАСТа, на которой уже есть сертификат класса КБ, действующий в настоящий момент. Вот, и если бы вы смогли вот создать такой носитель на базе отечественной микросхемы, да, с действующим сертификатом, который можно было бы использовать также по высокому классу, это было бы здорово. Мы с вами с Константином Мытником поговорим потом отдельно и мы тоже сделаем. Так-то мы можем. Вот, ну да, потому что это было бы очень востребовано для, я думаю, многих решений, потому что ну, КЦ-1 для многих систем это недостаточно, сами понимаете. Вов, я тогда, мы заинтересованы, во-первых, потому что вот вещь ОЛГшная, которую вы сейчас делаете и то, что сделали мы, это два параллельных процесса, по сути дела, которые делают одно и то же за задачу. Поэтому мы, во-первых, готовы с вами взаимодействовать по middle way, по которому мы много чего разработали. Если нам получится вот этот 144-й чип, который сейчас есть у Micron, довести состояние коммерческого продукта, а не только там для применения, которое есть у вас, мы будем полностью рады. Так бы чип есть, он работает, то есть это мы подтверждаем со своей стороны, да, и если вы используете для коммерческого рынка, то было бы здорово тоже. Да, да. Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, еще вопросы к Владимиру? Мне вот очень понравилось то, с чего Владимир начал, с предложения подать заявочку у нас замечательные органы по признанию Google, Apple, строителями криптографических средств. Я думаю, прямо в протокол надо записать итоговый. Обязать их получить лицензию. А если серьезно, мы бы хотели в декларации попросить сделать так, чтобы распространение хотя бы ключевых носителей с аппаратной криптографии чуть упростили, чтобы в интернет-магазине можно было купить, потому что сейчас в принципе пустой ключевой носитель, который ничего кроме подписи не может делать, нельзя распространять нелицензиатам. Вот дай бог, чтобы в какой-то момент это можно было, чтобы с какой-то сетей линьки можно было купить. Тем более, что прецедент имеется с контрольно-кассовой техникой, там центры обслуживания могут это делать собственно без лицензии. Было бы здорово. Там есть и отдельные требования зато Владимир к этой технике, отдельный порядок выпуска, учета. Тем не менее. Спасибо. Спасибо.